Есть ли что-то такое, что мы все, именно так, мы все не знаем сегодня? Вот вся страна забыли, например, о Великой Отечественной войне. Вот что-то, что ускользнуло от нашего внимания, что-то такое, о чем никто сегодня не говорит. Как Сталин поощрял своих героев, я говорю прежде всего о Великой Отечественной, действительно ли, например, летчикам знаменитой эскадрильи Нормандия, Неман, нашим французским друзьям, Сталин, Кремль предлагали за их участие в войне гонорары. Гонорары, деньги. Слово герою Советского Союза, маркизу Ролану де ла Пуапу. Действительно ли, Иосиф Сталин предлагал французам, в частности, за их борьбу против нацизма, деньги, причем в твердо конвертируемой валюте? Да, так было, но мы сказали, воевать за деньги это не для нас. Вся эскадрилья, так сказала, все летчики. А предполагалось, что в банке нам будут выдавать чеки, и по этим чекам можно получить деньги, зарплату за войну, доллары или франки. Но я их, эти франки, никогда не получал. Армандин Неман приехал в Россию, не деньги зарабатывал. Но Сталин был хороший политик, и он был готов платить нам за все, за вылеты, за ранения, за смерть, получили вы деньги родственники, и даже за звезду героя. Мне дали понять, что за этот орден мне от господина Сталина полагается премия 7,5 тысяч долларов. Сталин умел ценить союзников. И французы отказываются, заметим, от любых вознаграждений, но дело Иосифа Сталина... Предложить, да. Вот так он ценил их участие... Но ведь он не только французам платил. На фронте, мало кто об этом знает, на фронте Сталин платил за все, причем орденоносцы, офицеры, солдаты, генералы получали больше ежемесячно. За каждый орден деньги шли, за каждый, каждый месяц. Прибавка к жалованию, чем те, у кого пока не было наград. Да, плата была двойная. Первое, это платили за сбитый самолет. Сколько платили? Тысяча рублей за истребитель. Полторы тысячи за бомбардировщик. И еще платили за 40 боевых вылетов 5 тысяч. Каждые 40 боевых вылетов. Я приехал на парад победы, у меня было 28 тысяч рублей. То есть вы были богатым человеком? Так, когда мы были на параде победы, я помню первый поход в ресторан Европа. А тогда в ресторане были деликатесы какие-то? Икра, крабы там и все прочее, все это было. Все было? Все было в этой части. 45-й год, надо же. 45-й год. Даже для меня, человека, который, в общем-то, довольно плотно занимается историей, это абсолютная новость. А что же можно было купить на 28 тысяч? Москвич, Олимпия, 9 тысяч. 9 тысяч? Да. То есть на 28 тысяч можно было... Можно было тогда купить. Победа стоила потом 16 тысяч, я ее покупал. Скажите, а зарплата летчиков какая была? У меня охлад был 1650 рублей. Я был довольно высокий начальник командира эскадрильи. Зарплату платили по должности. За звание... Это у старшего лейтенанта такая зарплата? Да. А у полковника сколько же? Это 1800-2000 рублей. Это вот если пересчитать на сегодняшнюю... Это 45-й год. Если пересчитать на сегодняшнюю зарплату полковника, командира авиационного полка, это больше? Я думаю, что это больше. То есть по покупной способности больше? Да. За орден Леннона платили 30 рублей. За орден Боевого Красного Замени 25. У меня два ордена Боевого Красного Замени. Четыре ордена Красной Звезды. Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени 3. То есть, короче говоря, я получал где-то 200 рублей в районе 45-го-6-го года. Каждый месяц. Я не понял. Я думал, что вот помимо ордена еще в конверте... Нет-нет, каждый месяц по 200 рублей. Я думаю, что это окажется сенсацией для очень и очень многих. Что Сталин платил за все? Да. Вот это исторический факт, который малоизвестен. Я уверен, что меня правильно поймут наши зрители, потому что только дураки могут считать, что когда я спрашиваю о зарплате, я как бы пытаюсь, не знаю, принизить значение нашего подвига, нашего народа. Нет, я о другом. Я о стимулах. О дополнительных стимулах к победе, если угодно. Я правильно ставлю вопрос? Конечно, правильно. То есть, стимулы необходимы всегда. Даже на фронте. Или же на фронте в первую очередь. На фронте обязательно должна какая-то перспектива быть показана. Или это награды, или это денежные какие-то, материальные. Это во всех армиях принято было раньше. Если в старейших армиях просто отдавали на разграбление занятый город. Но в цивилизованных армиях это не дело. И еще у меня был поздний вопрос. А вот когда люди попадали в плен, наши офицеры, солдаты, им продолжали платить как живым? Качек пропадал без вести. Да, конечно. У него неопределенное положение. По крайней мере, считаем, что он и не в плену, и не в строю. То есть, он посредине где-то. А посредине, это такое рассуждение может быть. А может быть, он в плену, а может быть, он просто поедет. И просто его не нашли. То есть, вот такая вот неопределенность, она, конечно, видна и играла роль, когда решался вопрос, платить или не платить. Пропал без вести человек, а зарплата ему все равно перечисляется. А вдруг он жив, где-то в других частях оказался. Тем, кто пропал без вести, шла денежка. Каждый день. Интересно. Но почему-то какие-то вещи выпали и не освещались должным образом. Вот как я это могу объяснить. Дальше.